Вопрос. Наш брат говорит. Мирские заботы отвлекают и утомляют меня. Особенно необходимо зарабатывать для семьи. Поэтому я отвлекаюсь от чтения и приобретения знаний. И всякий раз, когда я вижу свои книги, моя печаль увеличивается. Можете ли вы что-нибудь посоветовать мне? Ответ. Во-первых, отказ от занятия мирскими заботами запрещен шариатом, поскольку это относится к разряду обязанностей. Однако вначале я хочу дать совет другим, прежде чем дать совет себе. Достоверно передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал. «Пользуйся пятью вещами, пока не наступит пять других». Среди прочего, он упомянул свободное время, пока не наступила занятость. Некоторые братья не знают цену этого вопроса, поскольку еще не познали, что такое занятость. Завтра, когда ты женишься, и у тебя будут дети, и, может быть, кто-то из них будет болен, ты будешь занят добыванием пропитания. Поистине эти дела делают человека очень занятым. Поэтому в первую очередь я даю совет тем братьям, которые еще не заняты. То есть советую им получать пользу из их свободного времени. Клянусь Аллахом, нет такого человека, достигшего какого-то возраста, чтобы он не жалел о том, что прошло. Это первое. Второе относится к тем, кого настигла занятость. Вам следует стремиться к следующим вещам. Во-первых, установите себе норму, которую вы всегда будете выполнять. Это может быть норма из Корана, хадисов или чтения книг. Начнем с Корана. Наши факихи, как сообщал Абу Я'ля в Ат-Тамам, были единодушны в том, что нежелательно, чтобы хафид Корана или тот, кто может читать его хорошо, не прочитывали его полностью хотя бы один раз в 40 дней. Установи себе норму читать в день по одному джузу, или меньше этого, чтобы ты как минимум прочитывал Коран один раз в 40 дней. Мы начнем с важнейшего знания, с Корана. Аиша, да будет доволен ею Аллах, установила для себя норму из Корана. И если наступало время сна, а она еще не прочитала установленной нормы, она не ложилась спать, пока не прочитывала всю норму. Установи себе границу, которую ты не будешь нарушать никогда. В этом смысл слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, у каждого дела есть период воодушевления, который сменяется периодом упадка. Кто в период упадка не отступится от моей сунны, тот следует прямым путем. Пусть у тебя будет минимальная норма, которую ты всегда будешь выполнять. Это то, что касается Корана. Что касается чтения, то возьми за привычку прочитывать определенное количество страниц. Я приведу тебе в пример некоторых современных ученых. Шейх Али Ат-Тантауи пишет в мемуарах. Я пообещал сам себе, что каждый день буду прочитывать по 100 страниц. Сделай своей привычкой прочитывать каждый день по 100 страниц. Вначале это покажется трудным, а затем это станет для тебя легче легкого. Итак, необходимо установить себе норму чтения. Во-вторых, и это очень важно, и наши шейхи постоянно предупреждали об этом. Нам с вами следует остерегаться того, чтобы пропускать уроки. Если кто-то из твоих шейхов жив, не пропускай его уроки. Ходи к нему, даже если ты стал большим чиновником, если так угодно Аллаху, а он так и остался имамом мечети. Не оставляй уроков. Установи себе как минимум одно посещение урока в неделю. Это связь между тобой и знанием. Не разрывай же ее. Субтитры создавал DimaTorzok